Серебряным дождем Традиционная непальская песня Которые встречают Провожают непальских гостей И так далее Давайте немного послушаем Несколько секунд Субтитры создавал DimaTorzok Ну мне очень нравится Я думаю, вот аутентичность атмосферы Уже создана в эфире Серебряного дождя Концептуально подтягиваются сотрудники на станции А мы их тут не скрываем Но мы практически уже с Гордеевой решили встать Но что-то нас удержало И потанцевать Скажи мне, пожалуйста Вопрос актуальный Сейчас ты будешь, безусловно, все рассказывать О своих впечатлениях От последней своей поездки в Непал Насколько безопасно? Ты сам понимаешь В нынешних реалиях Когда у нас отваливаются В силу угрозы Странные традиционные Которые посещали россияне Вот можешь ли ты, положа руку на сердце Сказать, что Непал это безопасное место? Я могу абсолютно точно сказать Что она безопасна При том, что За последний Буквально год С Непалом тоже происходят Определенные потрясения В первую очередь Это, конечно, буквальное потрясение земли Землетрясение Которое серьезно пострадало И в первую очередь Исторические памятники Особенно в долине Катманду Пострадали многие деревни В некоторых районах Непала Но тем не менее В горах все равно Вот идешь И вот есть места Где вообще ничего не произошло Вообще ничего Второй момент Ну, конечно, пострадали люди Да, это 10 тысяч человек погибших И очень серьезно экономическое Моим очень многие друзья Помогали Ну, буквально возили Рейсы, тенты в горы Там, в горные деревни То есть это было серьезно До лета, до мусонов Это была беда Это была беда, да Это большая беда И особенно исторические памятники Просто жалко смотреть Сейчас до сих пор они разрушены Очень бесценные памяти Вот, ну, я надеюсь Что восстановят Это просто займет время Определенное Неизвестно сколько В нашей, так сказать Сейчас нестабильном мире Неизвестно как Потому что, понятно Это природная катаклизма А с точки зрения безопасности Я имею ввиду Нет, все нормально Сейчас вторая ситуация Неприятная Которая происходит в Непале Это экономическая ситуация Потому что Есть так называемый Топливный кризис Это, ну Ситуация очень просто Ложится на наше Украинское Так сказать Российские отношения Потому что Буквально там Непал наш С точки зрения Индии И они не хотят Отпускать Непал в Китай Потому что Сильная маиская Там Так сказать Лобби Лобби Да, лобби Маиская Вот А Непал не хочет Чтобы Индия Так сказать Сильно давила на них Ну и для этого Они ограничивают Количество индийцев Которые Потому что там Границы прозрачные Люди туда-сюда ходят Это так называемая Народность Модеси Как их называют Непали Их там Ограничили в правах И соответственно Идет давление Индии По этому поводу Естественно 300 Было 300 Нефтяных Бог мой И там геополитика Да И там геополитика То есть Нефтяные были Ну то есть Топливные цинстерны Каждый день Переходило границу Непала Около 300 Цинстерн Сейчас около 70 То есть Цены взлетели вверх Топлива не хватает Самолеты иногда Не летают Внутренние рейсы Закрыты То есть Нужно делать Ну поправку на это Абсолютно Совершенно Потрясающее население Потрясающе Выносливые люди Невероятные Совершенно Добродушные Положительные Вот Соответственно Вот Ну есть Такой нюанс Начинают просто Это дело иметь ввиду Потому что Можно просто попасть В плане транспорта Вот Остальное все нормально Да То есть Ну там Бьют стекла Автобусом На юге Потому что Модеси Они конечно Против Вот этих вот Ну то есть Автобусы которые едут Из горных Горной части Ну из центральной части Им бьют стекла Передние Вот сейчас Они едут С такими закрытыми Так сказать Зарешоченные Или просто Что-то я передумал Не-не-не Там все нормально То есть Если не ехать Там Непограничные Вот эти вот Вопросы Не затрагивать Там все нормально Спокойно Туристам вообще Очень хорошее отношение Единственное Цены немного Иногда сейчас Непальцы забеспокоились Из-за того Что им Ну во-первых Цены объективные Из-за топлива подросли И многие Скажем Просто боятся Что они останутся Без денег И поэтому Повышают иногда Цены В некоторых случаях Далеко не всегда Поэтому надо знать Цены Которые есть Сколько ты там провел? Ой Всего вообще Или только сейчас Нет вот последняя поездка Сейчас последняя поездка Около трех недель Наверное Провел То есть если человек Из России Собирается посетить Непал Вот примерно На такой временный срок Надо рассчитывать Две недели Это наверное Оптимально Ну минимум Просто сейчас Катманду Конечно все эти Исторические памятники Довольно То есть раньше ездили Стандартный маршрут был Это Катманду Покор и Четван То есть национальный парк Начиналось с столицы И далее по маршруту Да и дальше по маршруту Столица Самый город Ну второй по величине город Откуда собственно говоря Треки основные Ну самые популярные И идут в горы И национальный парк Где можно носорогов Посмотреть Ну давай Вот таким как я Ты была в Катманду? Гордеева Как-то не доводилось Пока Вот и таким как Даша Вот расскажи Зачем? Зачем И что мы увидим Радио Уникальное искусство Оно позволяет Вот нам Образы Составлять Вот давай с твоей помощью Мы сделаем Образ Непала В первую очередь Вот опять Авдентичность пошла Вот это очень хорошая Сурсутха называется Эта композиция Которая в общем-то рисует Картину Непала Такие вот Огромные Про уходящие Бездомную пропасть Ущелье И огромные Снежные пики Которые над этим всем стоят По сути говоря Непал это Гималай Гордеева Ты остаешься одна Я поехал Гималай Гималай это вообще Горная Огромная Горная страна Которая протянулась От Пакистана И до Бирмы И Ну это Сказочный мир Совершенно потрясающий Наверное Если бы я хотел Когда-то Закончить свою жизнь Где-то Или свои дни Я наверное Бы выбрал эти места Когда-то в детстве Я даже мечтал Еще стать Гималайским йогом Уйти там Значит говоря Дервишем Вот в эти вот Абсолютно потрясающие места Вот Ну и до сих пор Меня это держит Очень сильно И все больше и больше Я все вот Все мои путешественнические усилия Сейчас Сконцентрированы Больше вот На горной части То есть Если вы у меня спросите Что мои любимые места Это вот эти вот Так что Вот я могу туда ездить Бесконечно Это неважно Это индийский Гималайский Кимский Бутанский Ну непальский Просто уже это Как бы Как это уже Как вторая Ну не знаю Что это Второй дом Да Уже можно сказать Поэтому это Моя любовь И Подожди Итак Самолет Приземлился В аэропорту Перед тем Как он приземлился Вы должны сесть С левой стороны Потому что Если вы летите Из Индии Скорее всего Вы полетите И с левой стороны У вас откроется Потрясающая Панорама Вот этих вот Невероятных Вершин горных Обязательно Сесть С левой стороны Это будет Ну в общем Совершенно Если хорошая погода Это вообще Совершенно Потрясающий Вид Когда вы садитесь Конечно Вы попадаете В такую Немножко Клоаку То есть Ну это Индия Где-то В какой-то степени Это грязь Где-то Мусор Побитые кирпичи Там такое впечатление Вот когда вы попадаете В Индию Или в Непал Что это вы попали Какой-то После войны Да Значит Немножко пыль Все время Это столбом Дымка висит Такая вот Но тем не менее Вы попадаете Совершенно Такую Вот посвящающую Бурлящую атмосферу То есть Немножко Драйв Такой Немножко Наркотический Адреналинчик Ну такой Легенький Такой Как будто Курнули Чуть-чуть Вот Так Я В этом моменте Я хочу Напомнить Цель Министерства Здравоохранения Российской Федерации О том Что курение Опасно Для вашего здоровья Ну не Не табачку Куренули Да что ж такое Да что ж такое Минздрав и это Имел ввиду Хороший был эфир Но жалко Что последний Так Вот Собственно говоря И Ну зачем едут Конечно Это же это горы Это Гималай Еще Может быть Эта передача Тоже Была интересна Для тех Кто смотрел Сейчас Я не знаю Уже прошел Или не Идет фильм Бальтазара Кормакура Исландского режиссера Эверест Вот Который рассказывает Собственно говоря Кто-то вспоминает Тоже На СМС портале Буквально Значит ну Фильм очень такой Он неоднозначный Понятно что он Достаточно коммерческий Был бы заточен Тем не менее Даже альпинисты Многие в общем-то Его смотрят И Это же реальная история Это реальная история Она неоднозначно Освещена Потому что Она вообще Неоднозначна Эта история Точнее Ну там есть Очень четкое понимание Что того что Но поскольку Было написано Несколько книг Там несколько точек зрения На одну и ту же проблему Тем не менее Горы Это в первую очередь То есть Непал И Гималай Это в первую очередь Горы И те люди Которые вот Тянутся туда Вот у меня Понимаешь Не доехал я еще Ну может быть С твоей помощью доеду Когда я слышу слово Горы Это Кавказ И это Альпа Вы можете себе представить Это круче чем Альпы Это не то слово Альпа это такое Что-то домашнее Не обижай Я не обижаю Детские горы По сравнению Это очень уютные Домашние Очень красивые Пушистенькие А это какая-то Дикая Совершенно потрясающая Невероятная красота То есть какая-то Совершенно Неземная И ну Объяснить это сложно И только можно туда попасть И тогда только ты понимаешь Ну кстати У тебя в аккаунте В аккаунте Андрея Федоровича Фейсбука Ты выкладывал фотографии Собственно я и отслеживал Твою поездку Именно по этим фотографиям Потрясающие виды конечно Да Ну вот И конечно же И это и труд большой Потому что в горах Конечно приходится работать Это не просто так Поясни Поясни Ну это идешь Это очень Ну как сказать Иногда снег Иногда дождь Иногда Ну какие-то непогодные условия Это высота В первую очередь Это высотная болезнь То есть это Ну трудно идти На высоте На сколько тысяч Ну вот мы поднимались Сейчас Мы должны были на 6 подниматься Но из-за погоды Мы отменили восхождение И у нас была Максимальная высота 5 350 Но Это серьезно Но это затяжной перевал И мы где-то 4 ночи Насколько я помню 3 ночи 3 ночи мы на высотных лагерях Про ночи провели То есть это выше 5000 метров Андрей Скажите А вот то что касается Подготовки Вот так сходу Вот именно В такой поход Серьезный Вот как-то вы Набираете людей Которые уже хотя бы раз Поднимались в горы В 3 недели нахождения Мне кажется Для серьезного похода Высоко в горы Это очень мало Проще Проинкоз Гордеева Возьмете? Возьму Просто Непал Уникальная страна Где можно Варьировать То есть нет Обязательной Значит как у нас Например на Кавказе Или да Ну в Альпах Это проще еще Но там совсем другой формат А вот скажем В других горах Такого нет Чтобы ты мог идти У тебя гейсхаузы По дороге Там ресторанчики То есть в Непале Есть 3 маршрута Даже больше Ну 3 горных района Где вот это все Вся инфраструктура существует То есть ты идешь Тебе не надо ничего На себе даже нести То есть тебе главное Теплые вещи Там и спальный мешок иметь И все И ты идешь И там от одной Гейсхауза к другому И все Ты просто фотографируешь И тебе еще портер Несет твой рюкзак Вот То есть ты даже Рюкзак-то не надо нести В общем-то По большому счету Вот у нас как раз Весной будет вот такой поход То есть это будет Как раз в апреле месяце В начале Когда цветут рододендроны Рододендроны Это как бы Ну национальный Цветок Непала И весной В апреле месяце Опиши его Опиши Это огромные соцветия Это деревья Вот рододендроны На Кавказе Это там метр Да или полтора Маленькие А здесь 6 метровые Огромные деревья Ты идешь 2 дня Через лес Этих рододендроновых деревьев Всех покрытых Вот такими соцветиями Бутонами Вот красными Фиолетовыми Там Не знаю Белыми В основном красными Ты идешь через этот лес И вокруг тебя Вот эти вот Снежные великаны Стоят Которые там Самые большие горы На планете Пошли писать заявление На отпуск Савицкому Весной Да Весной Ты пришел С огромным Количеством Артефактов Не огромные Но какое-то Не скромничай Потому что Что-то потрясающее Очень интересное Вот давай Начнем с этих драконов Это не драконы Это снежные львы Буквально название Это снежный лев Да Он называется То есть это горный лев Господа Сильверс Один из Священных Животных Тибет Ну в первую очередь Потому что Непал Это синкретизм Между буддизмом И индуизмом Очень сильное Буддистское Объясни Что они означают Это снежные львы Они защитники Будды Бодхисаттв Они На традиционном Тибетском флаге Два снежных льва Вот так изображены В лучах солнца Вот Это еще И национальный символ Да Это еще Нет Это Тибет И Непал Это две Две разные страны Если так можно сказать Но Тибет был оккупирован В 50-м году Я понял Я вляпался Да Вот Непал Это другая страна Но тем не менее Там снежные львы Очень почитаются Их любят И в общем-то Их много-много Где можно увидеть То есть Это один из Четырех Священных Животных В тибетском буддизме Это кость Это дерево Это что? Это дерево Это резное Крашеное дерево Вот еще Их много Их много В разных обличиях Вот такие тоже Это Ну это как бы больше Они тоже львы Но вот в виде читни Таких бирманских Тоже похоже Немножко в стиле Таком сделано Вот Это вот Например Ложка Это такие ложки Носят в тибетских деревнях Высоко в горах Обычно Ну Это делается из серебра Здесь она сделана Скорее всего Из мельхиора Вот Но тем не менее Видите Здесь вот монетка Приклеена Это чтобы денежка была То есть Традиционно Это реальная ложка Из удаленного Непальского ущелья Ну то есть ложка Используется Да Но для Моих Весят Женщины Вносят всегда на поясе И обязательно Монетка Для того чтобы есть деньги Понимаешь Что ты не понимаешь Которые муж зарабатывает Муж должен сделать Вот такую ложку Для своей жены На свадьбе Ну перед свадьбой После сегодняшнего эфира Я знаю заявку своей супруги Да Это Сделай мне ложку С такой Инкрустацией Да Это вот театр Традиционный Манерионидочный театр Театр Непальский Такие фигурки Вы можете видеть По всему Катманду Они развешаны На всех туристических Но тем не менее Они очень красивые Адрель Расскажи Вот что означают Эти куклы Кто на них изображен Это женщина Неварская Ну вот Невар Народность Которая живет В долине Катманду Особую Они были Очень хорошими Торговцами Вот И тем не менее Это вот Ганеш И здесь Вот какой-то Персонаж местный Значит Это значит Они Такой Двухсторонняя Такая куколка Кукольные театры Распространены? Сейчас нет уже Но на На Это марионетки На Это самым На На каких-то Традиционных Фестивалях Особенно Индра Джатра Который проходит Весной Обычно Вот танцы В этих масках Обычно Очень-очень Постоянные Индра Джатра Это традиционный Фестиваль Бога Дождя Который проходит В долине Катманду И там открывают Многие Божества Это тоже Куплено было В Непале Давно Это что? Это украшения? Нет Это четки Буддийские четки Которые Ну сделаны Из кости яка Вот Значит Вот Не поленитесь Зайдите на Silver.ru Эти четки Надо видеть Красота Это настоящий Настоящий Вот это янтарь Насколько горный янтарь Которому гораздо больше лет Чем тому янтарю Который То есть Когда-то на территории Тибета и Непала Был океан И вот с тех Древнейших времен Вот этот янтарь Он сохранился И считается В общем-то Очень ценным Гораздо более ценным Чем Наш Можно различить Если вы Внимательно Приглядитесь Мальчик и девочка Они охраняют дома Там Вход в дом То есть Это вот такое Это именно неварское То есть В отличие от Вот этих вот Тибетских Снежных львов Которые тоже популярны Это уже Чисто неварское Такая вот Такая тем Крылатые Такие вот Тоже По-моему Львы Ну скорее всего Это такие Полудраконы Это украшения Да Это украшения Защитные Такие вот Как статуэтки Как статуэтки Которые на На притолоках Перед дверями Вешается Вот Вот это вот Кстати Если Мы сегодня Разыгрываем Это то Что мы вам Не подарим Но то Что вы можете Увидеть Прямо сейчас На Сильвер.ру А сейчас Андрей уже Демонстрирует На нашем сайте Серебряного дожде Где идет Прямая веб-трансляция Подарки Которые мы будем Дарить Наверное Нам надо Вот показать Тихо-тихо-тихо Ты микрофон Сейчас снесешь Сейчас приберем Немножечко микрофон Так да А вот Я сейчас вам Буду объяснять Андрей Федорович Надевает на себя Шапочку Шапочку такую Кратковата Кольчушка Слегка Да Это шапочка Традиционная Непальская шапочка В общем-то Если вы хотите Распознать Непальца Где-нибудь Где-то В каких-то местах Вы будете Обязательно Люди Которые носят Вот такую Пилотку Это обязательно Непальца Другого Варианта Не может быть Называется Она Отхотит Топи Хоть и топи Сегодня у нас В розыгрыше Да Вот И Ну и конечно же Вот я даже Готов Серебряному дождю Подарить Вот такой вот Прямо Чтобы вы повесили Здесь у себя Это охранные Флаги Один Даже вот такую пачку Я готов разыграть Это То есть Есть подарок Для нас И сейчас Дарья этим будет заниматься Она будет развешивать В студии Прямой эфире Серебряного дождя Защитные флаги Из Непала Это называется Лунгта Это тибетские Многофункциональные Тибетские Молитвенные флаги На самом деле В Непале На всех перевалах Эти флаги Вешаются Вот вы тоже можете Благодарно себе Повесить Чтобы у вас тут Было все спокойно Значит Давай зададим Сейчас вопрос У нас От Андрея Федоровича Значит Вот эти флаги Да С молитвами Итхоти Топи Итхоти Топи Шапку Да Как раз зима Наступила Пора Пора уже Надеть на голову Нечто Для тех Кто готов Пойти к Эвересту Я даже готов Разыграть карту Которая Карту горного района Эвереста Федорович сегодня Просто это Мой любимый район Обсуждается Вот давай Вот этот Огромный пул подарков Вот одному человеку Все это отдадим Тому кто Сможет правильно ответить На твой вопрос Мой вопрос Внимание вопрос Господа Кто был Какой человек Имя, фамилия Национальность Место рождения И год Который открыл Страну Непал Для иностранного Туризма И вообще Для иностранного Радио Лектории Под серебряным дождем Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пронько 10 часов 36 минут Здесь в студии Первого гуманитарного радио Наш Колумбнист Путешественник Андрей Федорович Который буквально на днях Вернулся из Непала И об этой сказочной стране Мы сегодня говорим А Андрей пришел к нам Не с пустыми руками А с подарками Здесь и Карта 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 тоже Карта к базовому лагерю Самого Эвереста То есть вы можете Этой картой Воспользоваться На английском языке Там да Ну там конечно А подожди Тут и на английском И на французском И итальянском И немецком Одним словом Мультикультурализм Торжествует Это напомни Дхоти топи Дхоти топи Дхоти топи Я начинаю изучать Непальская шапочка Мужская И Такой целый набор Флагов Флагов Лунгта Которые называются С молитвами Да Молитвенных флагов Которые развешиваются Вообще везде Охранные И в общем-то Ну Они Пятицветные Потому что Пять стихий Основных Существует Вот это все Андрей Отдаст тому Кто правильно Ответит на его вопрос Мы повторим его Да Значит Фамилия Имя Человека Место Его рождения И Год В котором Открыл Был открыт Непал Для иностранных Туристов И вообще Для внешнего мира И какую роль Ну можно сказать Еще добавить сюда Какую роль Сыграл в этом Этот человек Господа Отвечайте Исключительно На наш СМС портал Плюс 7903 797 6333 Отправляя свой ответ Не забудьте его подписать И сообщить нам Номер телефона Обязательно Конечно Андрюш Давай поговорим О приятном Ну мы вообще Говорим о приятном Но когда Пранько говорит О приятном Речь пойдет сейчас Не о деньгах А о еде Вот расскажи Чудо Ничто человеческое Нам не чудо Оказывается Юрий А как же Еда Значит Потрясающая страна Непал тем Что Непал Это страна Одного блюда Одного блюда Да Ну на самом деле Не одного Но вот по большому счету Это одно блюдо То есть все непальцы Так ты меня прям расстроил сейчас Потом я Потом я немножко заинтригую Давайте Значит Все непальцы От мала до велика Начиная от короля И кончая последнего шудры Последнего уборщика Едят одно блюдо Каждый день Два раза в день Это долбат Долбат это Ну по сути говоря Скажу сразу Что Непал Очень достаточно бедная Страна Да То есть там немного Все они выращивают рис Риса очень много Все склоны Засажены рисовыми полями Террасы Очень это красиво выглядит Правда Это не Не такое Как сказать Не сырое Есть два вида Рисов Так сказать Это сырое Когда заливаются поля И сухое Вот у них сухое Это знакомо То что мы видели по видео Это бывает в том же Китае Да Китай Китай как правило сырой То есть заливаются поля И там это Когда эти террасы Это очень красиво Потому что это зеркала Вот такие Здесь этих зеркалов нет Но тем не менее Когда это зеленые Вот такие вот Прямо яркие Вот эти вот побеги Всходы Это очень красиво Особенно там весной Там когда вот Ну они бы засадили Оно взошло Да Или осенью Когда это все желтое И такие вот Прямо террасы Очень красивые Вот Поэтому риса достаточно Они для себя Обеспечат Рисом Население Епала 30 миллионов Вот Деревеней очень много Он такой разбросанный То есть Непальцы не живут Они не сильно Урбанизированная страна Они живут много в деревнях И все время Когда ты в горах Ты много видишь Ну особенно на высоте До 4000 метров Много деревень То есть ну По сути дал и пхат Пхат это рис Дал это дал Дал это такая чечевичка Это как Ну вот как вот Ну там не знаю Как чечевица Как нут Да Ну то есть это такое Бобовое растение Ну такого черного цвета Немножко черный Бывает черный дал Бывает белый Красный дал Красный да Да То есть его Это сваренный Такой супчик Вот рис С этим супчиком Это уже долбат Туда еще обычно Добавляют карри То есть для вкуса Ну обычно Очень сильно Со специями То есть это Там трава Ну какая-нибудь трава Буквально чуть ли не крапива Может быть Если это в горах То это прямо будет крапива Вот Туда Если чуть побогаче люди Значит они туда курочку добавляют Ну это называется Я только хотел спросить Мясо едет? Нон-веч Нон-веч Не вегетарианское А вегетарианское Это как правило Картошка Капусточка вот такой Жареная И много туда специй Вот это вот Вот это их еда Это два раза в день На протяжении всей жизни Что я боюсь Что я не наемся Вот Сейчас еще Очень достаточно популярным Стало вот эти вот Макароны такие Знаете Ну пакетные Да Там они называют Рара супового Ну то есть такие Пакеты которые завариваются Быстрого приготовления Да Они это любят Они едят Это Вот И ну чай Чай это обычно Вот после Когда после англичан Когда они перевезли Из Китая Чайный куст В Индию Чай очень сильно Распространился Если чай Чай Или чья Как говорят Ну чай это в Индии Прямо говорят Чай 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 То есть Идут Такой прямо Значит разносчик чая Такой прямо Таким громким голосом Разносят В Непале тоже есть Свой чай Это значит Как правило Это масала чай Это Молочный чай Разбавленный Ну приправленный Какими спецами Или хотя бы имбирем Ну и с сахаром С большим количеством сахара Вот это вот основная еда То есть это основная еда Еще есть конечно же В горных районах Привешедшие из Тибета Это мумо знаменитый Это ну как бы Это манты там Или Ну это такие вот Маленькие пельмешки В основном Китай От Китая Это пришло Все это дело Делаются С мясом яка В том числе Или с бювола Нет я мясо не ем Я ем не вегетарианские Мамошки Я их очень люблю Есть жареные Есть впаренные мамошки Вот Ну и Такие вещи Как например Там уже чисто индийская еда Там особенно В Катманду Есть еще Очень конечно Очень вкусные йогурты То есть Ну и не только В Катманду Это по всей Индии Так называемые ласси Вот ласси С какими-нибудь там С добавками С бананами Это уже такая немножко Туристическая штучка Но тем не менее Это очень вкусно Особенно В Катманду Знаменитый Бактапурский Дахи Дахи Это вот собственно Вот этот вот Йогурт Из которого делают Потом ласси Потому что ласси Это уже приготовленный Такой напиток А далее Это вот собственно Йогурт Это сыр Сырец Он очень вкусный Обычно сладкий Сильно его переслащивает Но сверху Сверху такая корочка Прямо хрустящая У него И они такие В специальных Глиняных таких Специальных Тарелках Я уже пожалел Что мы затронули Тему еды Скажи мне пожалуйста Ну вот все таки Россиане Как и любой европее Любой европеец Да Мы привыкли К определенной еде К определенному рациону Вот я так мягко Сформулирую Мы не дарвем Там Ты имеешь ввиду Суп второй и компот Да 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 В прислове компот Юрий особенно Пощурился Для нас это Экзотика Да Имеющая такую Ярко выраженную Специфику свою Национальную В какой-то степени Наверное Можно сказать Но долбат Я сказал бы Ну быстро Ну мало кто Есть людей Которые вот Прямо любят долбат Потому что это Довольно такая Тривиальная еда Но она насыщает И непальцы Без нее жить не могут Для нас это был Для некоторых из наших Это может быть Даже быть испытанием Вот В горах Даже более того Есть в тибетских горах Там есть Гречневая мука Которую я забыл Какая у нее Непальское название И цампа Ну тибетская Это ячменевая мука Вот Ее тоже делают Вот Есть еще А да Есть еще конечно Очень много хмель выращивают Но не такой хмель Как у нас А такой как Другого вида хмель Из него тоже делают Иногда муку И делают Так называемое Горячее пиво Томба То есть Это прямо заливается Вот они бродят его Заливают И потом пьют Вот Значит Что касается Европейцев Восприятия европейцев Значит На мой взгляд Вот индийская еда Там наны различные То есть хлеб Приготовленный в тандуре С сыром Или с какими-то наполнителями Это очень вкусно То есть индийская еда Действительно вкусно Для меня одна из Таких прямо вот Любимых Ну я не могу сказать Что там много блюд Которые можно Вот прям так Ну и потом Их надо В каждой дхабе Или в каждом Вот этом маленьком Забегалфке Готовить по-разному В каждом ресторане Поэтому Это тоже надо еще попасть На хашу полу Мне нравится Да Я люблю Индийскую кухню Самосы Пула Ну пловы Как они называют Самосы Это те же самсы Но просто Там просто было Сильное влияние мусульман Поэтому какое-то Вот такое Получилось Такое Такое Восприятие Это название Вот Поэтому Еда нормальная Единственное Что очень много Специй часто бывает Вот И это вот Как бы немножко Большинство Большинство Смущается Или как бы Не может Есть очень Перченую Или острую пищу Андрей Что касается гигиены Гигиена В Непале Лучше чем Ну во-первых Надо понимать Что индусы Там Ну я про Индию Это отдельная тема Если человек собирается То надо Вооружиться Знаниями Информации Значит Надо понимать Что Индия Непал Все-таки Разные страны И то что Во-первых Есть Про Индию Это отдельная тема Потому что Это я не буду Сейчас смешивать Но тем не менее Часто Можно Какие-то параллели Провести И есть такое Мнение Что в Индии Такая Все это В Непале Там все это Такой бардак Бардак Действительно Это Ну это Общее Восприятие мира Мир 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 Это Майя Это Иллюзия И поэтому Верить в него И слишком В него Вкладывать Как бы Нельзя Нужно Во внутренний мир Вкладывать И поэтому На самом деле И непальцы И индусы Они очень Чистоплотные То есть они Чистоплотные Это самые Вот индусы Это самая Моющаяся В мире Раса Да То есть Как бы Даже Сказал Что это Раса Вот Они Моются Везде Даже если Не очень Чистая вода Казалось бы Это надо Сделать Омовение Обязательно Поэтому Конечно же Сказать Что грязь Сразу Перед глазами Ганг И вот Видеокадры Которые я видел Они у меня Конечно Порой Вызывают Шок Это довольно Сильное Зрелище Правда Тем не менее Андрей Говорит Что это Очищает Вода очищает Не важно Какая она Нам кажется Что она грязная На самом деле Она все равно Очищает Она имеет Такое свойство Поэтому Восприятие Индо Буддийского Мира Оно воспринимает Воду Как Средство очищения Поэтому Не важно Что там Валяется мусор Но я буду мыться И мне нужно Отбросить От себя грязь То есть Я не должен Держать Грязь В доме Я не должен Держать Грязь Внутри И это Главное То есть Я должен Быть чистым Все остальное Вокруг Это уже Это иллюзия Это не настоящее Вот И поэтому Соответственно Вот такая история И То что касается Грязи Ну Особенно В Непале Не должно Так сильно Смущать Потому что Там Все таки Насколько я знаю Сколько люди ездили Мы ни разу Прививки не делали Никогда Не делали Никогда Ни в Индию Ни в Непал Не потому что экономили Не видел Целесообразности Да Значит Единственное Что в горах Все таки Желательно Воду кипятить Либо брать Бутылированную В Катманду Не надо пить Ну и вообще Внизу Не надо пить Воду Из крана Вот Бутылированная вода То есть Вот эти вот вещи Ну Даже некоторые Полощут Зубы и рот С бутылочной водой Ну кто Ну более Так сказать Страхуется Ты вот начал Рассказ О самих Собственных Непальцев Хочу чтобы ты его продолжил Да Что это за люди Да Какие у них мироощущения Очень интересный народ На самом деле Это 70 языков И 40 национальностей Примерно То есть Это потрясающе Многонациональная страна И там Сочетается Ну как минимум Две расы Так по большому счету Три Потому что Когда-то в древние времена Она была населена До нашей эры Она была населена выходцами Из горных районов Китая Которые вот Заселили все горные районы Все пригималайские районы То есть это Ну Где-то бирманская Вот такая Кмеро-бирманская Вот эта вот Трасса Которая Которая вот Заселяет многие горные районы Вообще Юго-Восточной Азии Там многие народности Такие Какие-то Вот Рай Лимбо Это Те же Невары Это Ну Наследники Вот этих вот Древних народов Которые первые Пришли на территорию Непалу В эти горные районы Потом Заселялась Очень активно Индо-Арийской Расой Которая Собственно говоря И привнесла туда Свою культуру И в 12 веке Возникла Значит такая Значит Ну В долине Катманду Собственно Государственность Она была Вот С очень древних времен Еще до нашей эры А в 12 веке Возникла Так называемая Империя Кхасов Это были Выходцы Из Раджпутаны То есть Из Раджастана Махараджи Которые Ушли в горы Под давлением Ислама Вот И они основали Там Вот собственно говоря Первое государство Такое сильное Которое потом Захватило Весни Палы Собственно Вот эти гурхи Это горха То есть Это потомки Горакнатха То есть Великого гуру Горакнатха Который был Одним из основателей Школы Натхов В Древней Индии В 7 веке Великий там Ма Ну не маг Он великий йогин Был Один из Выдающихся И собственно говоря Является Одним из гуру Вот этого Вот этого народа Когда-то Это был маленький Небольшой народ Даже есть район Где как раз Землетрясение Случилось Горакха Собственно говоря Вот эти гурхи Или вот эти Самые сильные На самом деле Воины На земле Которые были Одни из самых Сильных пехотинцев Которых потряслили Англичан Когда это был Конфликт 1816 Англогурская война Это вот Ну одни из самых Сильных Слушай Я тебя могу Слушать И слушать И слушать Я даже сейчас Спасибо Даше Напомнило Что мы сейчас Прервемся Буквально 2-3 минуты Андрей Федорович Клумнист Серебряного дождя Путешественник У нас в гостях Сегодня говорим О Непале И в последние 5 минут Мы также узнаем Кто получит Подарки от Андрея Радиолектории Под серебряным дождем Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пронько 10 часов 54 минуты Здесь Напротив меня В студии Серебряного дождя Андрей Федорович Путешественник Клумнист Первого гуманитарного радио И сегодня мы говорим О мистическом Непале Где буквально На днях Собственно Откуда на днях Вернулся Андрей Даша Прежде чем Андрей завершит Сегодняшний свой Великолепнейший рассказ Об этой стране Ты хочешь сначала Победителя Чтобы Упаси бог Не осталось Потому что Следующего часа У нас уже нет Вот эти подарки Замечательные подарки Я даже знаю Куда это улетит Но слово Дарьи Гордеевой Итак Правильным на вопрос Андрея Ответ прислал Денис Из города Магнитогорска Который написал Следующее смс Прямо цитирую Борис Лисаневич 4 октября 905 Одесса 20 октября 1985 Катманду Вот так написал нам Денис Принимаем? Да, принимается, конечно Аплодисменты И подарки От Андрея Федоровича Денис, ваш номер Заканчивается на 0553 Мы вас поздравляем Уходят в Магнитогорск Давай коротенько Тогда обозначим По маршрутам Что бы ты рекомендовал Слушателям серебряного Во-первых, я скажу Кто такой Лисаневич Потому что Большинство не знает Многие кто-то Это потрясающая личность Потому что Это русский человек Сын кадетских Ну, то есть Морских офицеров Потомственные Русская аристократия Русская аристократия Который В 15 лет Начал заниматься балетом Стал Танцевать В труппе Дягилева Танцевал С Павловой С Нежинским Танцевал На сценах Европы И потом Был приглашен В Азию Когда Дягилев умер Когда развалилась трупа Остался в Азии Потому что Ему не было уже Куда деваться Он открыл клуб В Калькутте Которые можно было Были входящие Значит И можно было В отличии от клубов До тех пор Можно было И махараджам И индусам И представителям Английской администрации И там он обрел Огромнейшие связи Огромнейшие знакомства Благодаря этим связям По сути говорят Вверх он был Охотником Очень большим То есть Он охотился на львов На тигров На большой такой Какой русский не любит охоту Да И в конце концов Благодаря этим связям Он устроил По сути говоря Переворот Или революцию В Непале В результате чего Он открыл там Первый ресторан И первый Огромный Отель Даша заметьте Вопрос про переворот Он был так Между прочим Да Пролёт Военный же человек Да Вот Собственно говоря Он и открыл Первые альпинисты Первые Так сказать Короли Которые Представители Иностранных держав Они приезжали Именно к нему Они были его гостями Борис Солисаневич Герой нашего времени Я думаю Слушатели Найдут информацию Сейчас это не проблема Есть книжка Мишеля Песеля Лучше всё прочитать Тигр на завтрак Она переведена на русский язык Ну смотри У нас две минуты Маршруты Значит ну конечно же Эверест Базовый лагерь Эвереста Замечательный маршрут Самый популярный в мире Это вокруг Анапурны Мы собираемся В апреле месяце Заходите на наш сайт Клуб путешественников Миры Сейчас он ещё не выложен Но будет в ближайшее время Выложен Можете просто нам писать Мы вам пришлём Замечательный район Лангтанг Ну к сожалению Который сейчас Сильно пострадал Землетрясение Там ничего практически Очень мало деревень Осталось Ну и очень много Очень интересные маршруты В горные Такие тибетские Например верхний мустанг Вот Если вы хотите животных Вы обязательно Посетите национальный парк Читван Причём желательно В нетуристическую Такую форму В форме это сделать Вот Но наверное Если вы хотите начинать Всё-таки ваши горные маршруты Зачните всё-таки с Анапурны Анапурны Это там есть И туристическая зона И нетуристическая зона И он не сильно Пострадал от землетрясения Вот Естественно Катманду был базой Для старта в Тибет Сейчас это прикрыто Потому что Из землетрясения Дорога закрыта В Тибет Поэтому В общем-то Ну прилететь туда Просто даже в Катманду И посмотреть Посидеть Даже если В таком Не очень Хорошем состоянии Вот эти вот Старинные Там всегда есть чем заняться Поэтому Есть Сказочная страна Слушай Вот я тебя Час Прослушал Да Даш Сказка Вообще Сказка потрясающая Спасибо тебе огромное Могу сказать Что это действительно сказка Мы с Юрием определились Вот тут Дмитрий Владимирович Это прошел Сейчас мы его обрадуем Мы сейчас заявление Весной мы уезжаем в Непал Андрей Федорович Путешественник Колумбинист серебряного дождя Был под Собственно серебряным дождем В этом часе Мы путешествовали В мистический Сказочный Непал Спасибо тебе огромное Спасибо Андрей большое До новых встреч До новых встреч На сегодня все Большой ежедневник Завершается Но уже завтра утром Вновь Юрий Пронько И Дарья Гордеева На первом гуманитарном радио Хорошего дня И до завтра Оставайтесь под серебряным дождем Буквально через пару минут После новостей от Игоря Наумова Расскажу вам О планах эфира На сегодняшний вечер Субтитры создавал DimaTorzok